Я Кульбаев Толгатко Иркенович, родился в АУЛ АНДАХАЖАБАТЫР АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬ, тренер высшей категории по велосипедному спорту. На данный момент являюсь менеджером команды Астана Казахстан ТИМ. В велосипедный спорт я попал совсем в детстве, даже, наверное, не осознавая, не выбирая велосипедный спорт, как именно вид спорта. Далее просто так получилось, что у нас в городе Щучинске, где я уже проживал с семьей, с родителями, существовал велосипедный спорт. И однажды, выйдя утром на прогулку, встречу со своими школьными и дворовыми друзьями, во дворе никого я так и не смог найти. На протяжении полдня никого из своих друзей так и не смог встретить. Вечером, когда все собрались, наконец-то, мои друзья объявили, что они записались на велосипедный спорт. Все, это было решающим для меня. На следующий день я также собрал свои кроссовки или кеды тогда еще, и утром пошли на тренировку. Все, так я оказался в велосипедном спорте. И получается так, что велосипедный спорт стал моей жизнью ведущим. Конечно, в каждом виде спорта существуют свои преграды, свои трудности. В те времена, к сожалению, не было столько велосипедов и их размерность, их по направлениям велосипедного спорта. Значит, одна из больших сложностей была в том, что, ходя на велосипедный спорт, секцию велосипедного спорта, я не мог кататься на велосипеде, потому что велосипед по размеру мне был большой. Я очень благодарен своему тренеру, который, невзирая на вот такие трудности, взял обыкновенную ножовку по металлу и распилил мне большой велосипед, сварил его, сделал маленького размера. И так он мне вдохнул велосипедный спорт в мою жизнь. Далее, когда уже прошли первые соревнования, падения, набитые шишики, полубитые зубы, ссадины, это все уходит на второй план, потому что жизнь в спорте, она больше, чем вот такие вот мелкие травмы, мелкие ссадины, все остальное. Это дух спорта, он для детей, он очень показателен и очень нужен. Однажды просто пришлось мне, наверное, с таким чувством, каким-то недовлетворенности, даже, не побоюсь этого слова, сказать отцу, что я ухожу из спорта. Но для нас, наверное, очень важно мнение наших старших, старших родителей и наставников, в том числе. Отец просто так сказал, полгад, пока мы здесь, пока мы живы, пока мы с тобой, у тебя все получается, выучишься в любое время, в армию сходишь в любое время, если у тебя получается. Несмотря ни на что, все преодолимо, здесь, в этом плане, это было решающим и веским аргументом для меня дальше продолжать спорт заниматься. Ну и буквально в течение этого же лета у меня пошли очень мощные результаты. Наверное, это был какой-то такой стресс или открывается джинчик, бутылочка. Все стало на свои места, я стал чемпионом СССР, и все разногласия у нас прекратились, опять вернулся в сборную команду СССР. Ну, велосипедный спорт, он великий, многогранен, в том числе существуют в нем не только скоростные силовые, там, качества, качества спортсмена, но еще и тактические соображения, и где-то процент удачи, все остальное. Падение? Ну, велоспорт без этого не может существовать, поэтому велоспорт, он тем и хорош. Сегодня у тебя было падение, ты немножко отстал, завтра ты здоров и наверстываешь все свои результаты. Он демократичен по-настоящему. То есть, лишения какие-то, которые проходит спортсмен, они потом компенсируются. Велоспорт дает такую возможность всегда. Велоспорт, он не для избранных. Велоспорт, он для избравших этот вид спорта. Понимаете, здесь я родился в ауле, Винокуров родился в ауле. Марат Ситабалдьев тоже родился в области. Многие-многие спортсмены наши, Алексей Луценко, тоже родился в северо-казахстанской области, в деревне. Многие-многие наши спортсмены, прошли, рожденные где-то там и в крупных городах. Но велоспорт, он тем хорош, что его выбирает велоспорт, а не он. Вот так вот. То есть, всем дает реальный шанс. И мальчикам, и девочкам. Редактор субтитров А.Семкин